В этом видео мы рассмотрим одну из самых проблемных тем, это предлоги английского языка. Ну что, готовимся и смотрим! Так, у многих возникают вопросы, какие предлоги ставить в тех или иных ситуациях, особенно, когда есть много исключений из правил и непонятно, что же ставить на самом деле. Предлог on, in или at и так далее и тому подобное. Сегодня мы конкретно рассмотрим такой нюанс предлоги времени. То есть, когда мы будем ставить, например, в понедельник, когда мы будем говорить в 5 часов, когда мы будем говорить в мае, в таком-то году и так далее и тому подобное. Здесь есть определенные правила, которые, скажем так, я нашел сам, самостоятельно. Давайте сделаем небольшую таблицу. Итак, значит, таблица будет у нас давать и в этом углу, чтобы было больше места. Значит, что она себя представляет? В первую колонку мы запишем все, что касается at. То есть, напишем, например, at 5 pm, напишем at noon, at sunrise, например. Ну и, в принципе, думаю, что достаточно. Следующую колонку мы рассмотрим, это будет предлог on. Здесь мы напишем on Sunday, напишем on the 5th of May, например, и напишем on Christmas. И последняя колонка будет слово in, точнее предлог in. С ним мы поставим год, например, in 1999, в следующем поставим, например, in May и in summer. Вот у нас получилась такая небольшая таблица и в ней надо разобраться, почему именно так, а не по-другому. Конечно, все это можно заучить наизусть, но это, на самом деле, будет очень много времени. Это будет слишком много различных, скажем так, траты времени просто-напросто бесполезные и так далее и тому подобное. Здесь, на самом деле, в этой таблице есть определенная логика. Давайте анализируем с вами, что у нас обозначает at. Это у нас, как правило, здесь в данном случае то, что у нас меньше суток. То есть 5 часов, это у нас меньше суток. Дальше, например, в полдень у нас тоже длится меньше суток. Далее, например, что у нас здесь еще есть? Восход у нас также длится меньше суток. Поэтому at ставится со всем, что у нас меньше суток. Он анализируем, например, в воскресенье. В воскресенье у нас длится ровно 24 часа, соответственно, будет on Sunday. Далее, on the 5th of May. Май у нас длится также ровно сутки, точнее, 5 мая длится ровно сутки. Тоже поставим здесь предлог on. И последний у нас on Christmas, Рождество. Рождество, это у нас, как правило, один день. Длится у нас он ровно сутки также, поэтому ставится здесь on. И последняя таблица это in. Смотрим, опять же, в 1999 году год этот у нас длится, соответственно, больше, чем сутки. Поэтому ставим in. Далее у нас было в мае. Это у нас тоже больше суток, то есть 31 день или 30. Это у нас также будет in. И последнее это у нас in summer, летом. Лет у нас также длится больше суток, поэтому ставим in. То есть видите, что у нас at это все, что меньше суток. Он все, что равно суткам. И in все, что больше суток. Единственное, что у нас есть здесь три исключения. Это in the evening, in the morning и in the afternoon. Их нужно запомнить. Да, здесь по логике, по нашему правилу получается, что надо ставить at. Но мы ставим in. Это три исключения. Вот. Ну, я думаю, что это видео будет вам полезным на самом деле. И поможет вам разобраться, какие же предлоги ставить в тех или иных ситуациях. Что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.